Вот так встречают главного путешественника страны в Крымском федеральном университете. Он прилетел на полуостров не только насладиться весенними красотами, но и презентовать здесь свою новую книгу о Крымской войне. Писал ее год, столько же ушло на обработку готового материала и издательства. И вот часть тиража на полуострове. Первыми из рук известного путешественника и писателя книги получили новоиспеченные члены Русского географического общества. Произведения вручили вместе с членскими удостоверениями. Федор Конюхов собрал полный зал школьников, студентов, преподавателей и просто тех, для кого путешествие – тоже часть жизни. Немногие, может быть, и знают, что Федор Филиппович еще и художник. Он, во-первых, академик Российской академии художеств. Из-под его кисти вышло около трех тысяч картин, в которых он отражал свои впечатления после своих многочисленных путешествий. Чем известен Конюхов, можно перечислять долго. В 15 лет он совершил первую экспедицию – пересек Азовское море на весельной лодке. Видимо, тогда и понял, что жить без путешествий не сможет. Сейчас то первое плавание на дальнее расстояние сложно сравнить с тем, где успел побывать Конюхов уже взрослым человеком. Он совершил пять кругосветных путешествий по воде, 17 раз пересек Атлантику, один раз, как и в детстве, на весельной лодке. Побывал на всех семи крупнейших вершинах мира. Доказал всем, что, имея желание и веру, можно буквально горы свернуть. В зале КФУ собралось больше тысячи слушателей. Некоторым повезло удовлетворить свою любознательность. Представилась возможность задать Конюхову личный вопрос. Людей интересовало самое разное – страшно ли путешествовать в тысячах километрах от земли, или как путешественник борется с одиночеством. А также, например, какое место на земле самое красивое. На земном шаре никогда нет одиночества. Всегда присутствует кто-то. Я как православный священник, я протерея русской православной церкви, я знаю, что всегда рядом со мной кто-то. Это тот, кому я молюсь. Фёдор Конюхов – разносторонняя личность. Он занимается также серьёзными научными исследованиями. Глубоко изучает потоки ветров, что помогает передвигаться в воздухе без каких-либо вспомогательных механизмов, чтобы не загрязнять природу. Его дальнейшие планы – путешествие. Готовится к экспедиции на аэростате вокруг земного шара в два витка. Собирается совершить полёт вокруг света на планере. Он будет работать от солнечной батареи днём. Ночью Конюхов будет управлять планером с помощью ветряных потоков. Путешественник желает подготовить молодёжь для будущего изучения Марианской впадины, которую до сих пор никто так и не покорил. Большинство людей интересует, что даёт силы Конюхову жить в таком необычном формате. Путешественник отвечает – Бог.